Слива утра. Слива утра – это известный всем сорт, славящийся своими ароматными и сладкими плодами. При должном уходе можно собрать хорошее урожай уже через два года после посадки. История создания сорта. Слива утра – результат склещивания вторых разновидностей – скороспелки красной и ринклода у Лоленса. В Едином государственном реестре она значится как культура, рекомендованная для Центрального региона России. Сорт хорошо себя зарекомендовал в Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской области. Характеристика. Слива утра. Писание сорта указывает на среднерослое дерево, достигающее в высоту не более 2,5-3 метров. Продолжительность жизни растения составляет около 20 лет. Крона обладает шаровидной формой, слегка приподнята. Побеги прямые, толстые, с гладкой поверхностью, окрашенные в темно-коричневый цвет. Среднего размера почки слегка отклонены от побега. Слива утра. Слива сорта утра имеет небольшую степень загущенности кроны. Не слишком обильная листва состоит из эллипсовидных круглой овальных листьев. Отдельный лист довольно крупный. Толщина листовой пластины чуть больше средней. Цвет в основном светло-зеленый. Фактура пластины морщинистая, с одногородчатой зазубренностью по краю, без опушки. Черешки среднего размера снабжены железками. Стадия цветения начинается в обычный для всех слив срок. В середине мая от начала июня процесс достигает пика. Белый цветок с голой завязью и средней цветоножкой обладают чашевидной формой. Лепестки не смыкаются между собой. 21 тычинка окружает высоко расположенный пестик. Слива утра обладает таким преимуществом, как самоплодность. А пылители ей не нужны, в то время как сама она способна увеличивать урожай самобесплодных сортов. На четвертый год слива утра начинает плодоносить. В последующем каждый четвертый год слива находится в состоянии покоя, давая минимальный урожай. Урожайность не менее 15 килограмм, а при должном уходе достигает 30 килограмм с одного дерева. Плоды созревают в первой декаде августа. Поспевают сливы неравномерно, сразу определить степень спелости не всегда удается. Плодоношение происходит на шворцах и букетных ветках. Овальные плоды сортового типа сливы утра характеризуются средними размерами, массой от 25 до 40 грамм. Сливы обладают зеленовато-желтым оттенком, с небольшим румянцем, на обращенной к солнцу стороне. Слаборазвитый брюшной шов, тем не менее, хорошо заметен. Для кожицы характерен восковой налет. Сорт отличается легким отделением овальной косточки от мякоти. Тонковолокнистая сливовая мякоть обладает желтоватым оттенком. За свой приятный сладко-кислый вкус, сочность и аромат сорту присвоили 4 балла по дегустационной шкале. Агротехника – важно. Устойчивость к засухе у сорта средняя, а вот зимостойкость довольно слабая. Урожайность зависит от заморозков, так как сорт обладает свойством подмерзать. Особенно уязвимы цветочные почки в зимний период. Тем не менее, даже при сильном подмерзании слива довольно быстро восстанавливается. Урожайность зависит от заморозков. Многие считают, что посадка данного сорта может производиться как весной, так и осенью. Но более осторожные садоводы высаживают сливы утра ранней весной, когда почва достаточно прогреется и исчезнет угроза неожиданных заморозков. Место для посадки сливы должно получать достаточно солнечных лучей, допускается незначительная темпа утром или вечером. Поэтому следует располагать сливу с южной стороны, лучше поближе к ограде или стене небольшого строения. Правила посадки грунтовые воды должны находиться на глубине не менее полутора метров до поверхности. Наиболее подходящий тип грунта для сливы – супесь, суглинок. Глинистую песчаную почву обогащают питательными веществами, а повышенную кислотность нейтрализуют внесением извести. Если почва на участке излишне сырая, то рекомендуется приподнять его на 60 см, а также предусмотреть дренаж. Дефицит света и чрезмерная влажность почвы становятся причинами болезненности дерева, плохого урожая. Заготовка ям должна осуществляться осенью, можно сделать это за несколько недель до начала посадки. Глубина ямы – от 60 см, диаметр 60-70 см. Выкопанные при формировании ямы грунт смешиваются вперегнуем в 2-1, затем смесь снова возвращается в яму. Заготовка ям должна осуществляться осенью и сажениться с открытой корневой системой хорошо высаживать лишь весной, когда нет угрозы заморозков. При закрытой корневой системе высадка производится осенью. Если сажениц приобретен осенью, то необходимо его прикопать и высадить весной. Сливы и дерево сажают на расстоянии не менее третьих м от других посадок и препятствий. Сажениц не следует заглублять. От поверхности грунта до корневой шейки должно оставаться расстояние около 7 см. Обратите внимание, чтобы дать возможность дереву разрастаться сильнее, первые цветы удаляют. В дальнейшем при появлении завязей производят процедуру прореживания с удалением слишком маленьких слив. Эта мера способствует улучшению их вкуса и качественных характеристик. Уход неприхотливый сорт утра нуждается в обычных для всех плодовых деревьях процедурах поливе, обрезке, удобрении, рыхлении, пропалывании. Сорняков подготовки к зиме. Удобрение не стоит перед посадкой использовать сильнодействующее удобрение в избежании излишней активизации роста побегов, а также ожогов корневой системы сливы. Опытные садоводы вносят в яму смесь удобрений из вторых ведер перегнояк 100 грамм сернистого калия 300 города древесной золы и 200 города суперфосфата. Следует внести в яму смесь удобрений. Спустя пару лет сливу нужно подкормить азотно-фосфорными и минеральными добавками. Накануне цветения сливы нуждается в сульфате калия мочевильни. Достаточно внести по 40 города дерева на этапе созревания плодов и рекомендуется удобрить 30 города нитрофоски и 30 грамм мочевины. После того, как урожай собран, следует подкормить сливу суперфосфатом и сульфатом калия по 30 города будет достаточно. Предзимняя подкормка производится с помощью органики с добавлением фосфор на калийных удобрений. Полив сливы любых сортов нуждается в обильном поливе слегка подогретой водой. Сорт утра относится к разряду влаголюбивых. Непосредственно для него требуется такой режим полива. Высотой слива до 2 м требует 2-4 ведер воды в неделю. Дерево свыше 2 м нуждается в 3-6 ведрах воды в неделю. В засушливый период перед зимовкой дерево поливают 100 литров воды. Каждый полив должен заканчиваться удалением сорняков, рыхлением, мульчированием. Обрезко формирование аккуратной кроны происходит с помощью обрезки засохших, растущих внутрь, вымерших веток. Ветви саженца вторых лет обрезаются до годовалого возраста. Максимальный объем обрезки – 1 четверть от всей кроны. Прикорневая поросль также подвергается регулярному удалению 4-5 раз за все лето. Эта процедура позволяет дереву стать более сильным и увеличить урожай. Чтобы сократить частоту удаления порослей, нужно отделять отростки непосредственно от самих корней и предварительно осторожно раскопать грунт. Обрезка Если обрезанию подверглись толстые ветви, то места срезов необходимо обработать садовым вором. Обрезанные ветви следует сжечь. Процедура осуществляется ранней весной, до начала распускания листьев или же летом. Подготовка к зиме Ввиду того, что уровень зимостойкости сливы невысокий, необходимо тщательно готовить дерево к зиме. Сохранить сливу помогает укрывание агро-волокном протаптывание снега вокруг ствола, стряхивание лишнего снега с ветвей. Молодые саженцы перед укрыванием нужно мульчировать конским навозом. У взрослой сливы необходимо защищать риствольный круг, штамп ветви. Чтобы уберечь дерево от грызунов, используя защитную сетку. Устойчивость к болезням и вредителям слива желтый утро обладает хорошей устойчивостью к плодовой гнили и глистероспориозу. Немного хуже сорт противостоит воздействию вредителей талии плодожорки. Чтобы защитить уже пострадавшее дерево, применяют опрыскивание с помощью препаратов фуфанона, энтовира и скрабио. При поражении слива утро плодовой гнилью ее опрыскивают нейтрофеном или 1% раствором бордовской жидкости. В качестве профилактических мер перекапывают почву в зоне приствольного круга до начала распускания почек. Преимущества и недостатки. Слива утро считается домашним сортом и редко выращивается для массового потребления, при этом обладая заметными преимуществами ранней. Срок созревания плодов, самоплодность, неосыпаемость плодов, отличные показатели урожайности, неприхотливость, средняя степень засухоустойчивости. Хорошая сохранность при транспортировке, прекрасные товарные и вкусовые характеристики плодов. Недостатками сорта утро можно назвать высокую чувствительность к зимним холодам и среднюю сопротивляемость заболеваниям и вредителям. Сорт относится к универсальному. Обладая прекрасными характеристиками, сливы хороши для употребления прямо с дерева, а также в виде различных заготовок в сливово. Варенье, джема после замораживания. В холодильнике они могут сохраняться до вторых недель. Средняя величина плодов делает сливы утро прекрасным сортом для консервации.